Всем привет, мои ребята, и сегодня я вам расскажу, так сказать, о новостях о ФНАФе, что я вообще делаю, почему у меня вчера не было, так сказать. Ну что ж, начинаем. С первого, с чего я начну, это то, что я делаю игру. И какую-то там, либо про реальную жизнь, или в каком-то приложении, как я раньше делал в Лего, да, это будет, ну, ФНАФ, так сказать. Ну не то, что будет, он уже, считай, готов, но из-за того, что, к сожалению, четвертого урока поэтому нет, так сказать. Поэтому, ну, я не смогу сделать это до конца. По идее, там была должна быть, была должна была быть, гениально. Марионетка, но в связи с тем, то, что четвертой части нету, то, собственно, и марионетки у меня нету, потому что сказали то, что вот я сейчас иду снимать четвертую часть и так далее, так далее. Но четвертая часть так и не вышла. Там сказали, точнее, ну, ютубер сказал то, что в закрепленных комментариях, видите, почему, но комментария, судя по всему, уже нет. Но, как я понял, то, что те, которые этот комментарий читали, говорят то, что типа вот комментарии прочти, и там будет написано, что там из-за багов и лагов. Поэтому, я думаю, вы поняли. И вот из-за этого он не смог заснять четвертую часть. Ну, как бы, если не о четвертой части, то я не смогу продолжить. Потому что я полдня потратил на то, чтобы сделать по одному уроку что-нибудь, по его первому уроку. Да, а вот, когда я досмотрел до конца третью часть, то я понял то, что все плохо. Да. Поэтому, если хотите создавать ФНАФ, то вы понимаете, что это будет сложноват. Мне очень сложно. Ну, я полдня потратил на то, чтобы просто взять и сделать кнопку «Невгейм», ну, чтобы она работала при нажатии. Да. И там что-нибудь еще, типа, офиса, да. Ну, то есть, типа, тебя перекидывало, чтобы в офис. Это сложновато. Ну, а сегодня и потом этот проект я закинул на неделю-полтора. Полторы недели. Так. А вот сегодня что-то мне захотелось, и я продолжил это делать. И я добился достаточно хорошего результата. Мне уже было достаточно легко делать все это в приложении Pocket Code. Если вы захотите сделать ФНАФ тоже, ну, только не в Pocket Code, потому что там очень сложно. Ну, не сказать очень, но для новичков, я думаю, будет сложновато, как для меня. В первый день я ничего не понимал. Так вот. Если вы захотите делать в другом приложении, то, я думаю, ролик, конечно, вы не особо найдете, потому что... Либо же там будут ролики по Prisma 3D. Это там, где вы будете делать, я так понимаю, вроде бы Prisma 3D. Или что-то такое. В общем, вы будете ФНАФ делать в 3D или в какой-то такой же приложении. А в 3D, ну, я, собственно, скачивал вот эту Prisma, еще пару приложений, чтобы делать на телефоне. Это очень сложно. Ну, я просто, наверное, не читал то, что написано в инструкции. Как бы, ну, там, типа, обучение. Типа, вот, нажимаю сюда, чтобы расширить, б-б-б и б-б-б. У меня просто блинчик из квадрата получился, и все. Ну, а сейчас я вот уже делаю в Покеткоде. Я не знаю, возможно, вы сможете добиться лучшего результата или что-то еще. Ну, типа, сделать более нормальный ФНАФ, я покажу вам еще. Так сказать, что я сделал, да? Если да, то скажите, пожалуйста, по какому уроку. Что я тоже хочу добиться довольно хорошего результата. Потому что сейчас у меня есть аниматроник. Я не знаю, где он, я не знаю, что. Но можно проверить то, что, типа, то, что он есть там. Всякие штучки сделать. И тогда у вас появится аниматроник там в коридоре или где вы там сделаете его. У меня же это перед дверью, так сказать. Ну, или проходом, как-то так. Вот. Поэтому я там сделаю вам, покажу. В трейлере этой игры я ее выпущу. Скорее всего, где-нибудь. Я, конечно, не уверен. Но, по крайней мере, в Покет-коде, да. Вроде бы там можно выпустить. Поэтому. Либо сохранить. Но, в общем, обзор на эту игру будет. И трейлер будет. Если я ее выложу. Так что, вы поняли. Если что, трейлер будет сегодня. Обзор игры будет сегодня. И я не знаю, чем я буду делать трейлер. Но, типа, я старался. Потратил на это два дня. Вау, как много. Но, все же, я хочу, чтобы, типа, такой, типа, трейлерок. Был у меня на канале. Так. Вот. Ну, что ж. Вот такая была разговорочка у нас по ФНАФу. А, нет. Это еще не вся разговорочка. Если вы, ну, так сказать, подписчики практически с самого начала. Да и если не с самого начала. То, я думаю, вы ни разу не слышали и не видели. Чтобы у меня на канале было хоть одно видео по ФНАФу. Ну, как. По ФНАФу есть, конечно, два видео. Но, чтобы я был ФНАФером, вы особо не услышали, я думал. Но, я люблю ФНАФ. Я вообще понял, что такое ФНАФ. Узнала ФНАФе с 7-8 лет. То есть, у меня сейчас один, а я узнал о ФНАФе в 7-8 лет. То есть, вы представляете, да? И именно тогда я начал его любить, этот ФНАФ, этих аниматроников и так далее. И начал вообще потихоньку изучать историю ФНАФа, сюжет, так сказать. Так что... Я достаточно... Ну, не то, что много, но я вообще знал и знаю, в принципе, много. Но я это все забыл, потому что ФНАФ я закинул аж, ну, не знаю. Года на... На один-два года, я думаю. Так что... Вот так вот. Что ж, я любил рисовать ФНАФ. Ну, не то, что рисовать, скорее всего, срисовывать. Потому что я очень хорошо срисовывал. Ну, не всегда, но... Достаточно... Много. Или что я только что сказал? Ну, ладно. Так вот. Мой самый красивый рисунок, то, что я срисовал, это... Спринг Бонни. Я очень красиво его срисовал. Прям один в один. Он сейчас... Я пока что его картинку не могу показать, потому что он... Ну, этот плакат, рисунок, срисовка. Находится в силе. Ну, а как-нибудь я вам покажу оригинал и мой рисуночек. Если найду еще оригинал, может и оригинала уже нет. Ну, скорее всего, есть, но да ладно. Ну, поэтому я очень люблю ФНАФ. Вы пока можете догадываться, что это будет за ФНАФ. Потому что... Ну, да. Мало ли там про Фредди отдельно. Ну, хотя это как-то глупо. Ну, вы поняли, какие будут аниматроники. Аниматроник будет один. Я вам покажу, как он ходит. Ну, не то, что ходит, а... Как он появляется в офисе. Так вот. Ладно, ребята. На этом все. Вот такая была разговорочка. Я, вы поняли, уже давно люблю ФНАФ. Ну, а на этом все. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok